Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы представить вам наше исследование на тему адаптационного ресурса матерей, ситуации прохождения лучевой терапии ребенком с онкопатологией. Нам всем известно, и, к сожалению, заболеваемые детей, злокачественные новообразованиями в Российской Федерации, только растет с каждым годом. И совместно с этим растет и нововведение в медицине, разрабатываются новые методы лечения, такие как хирургические, лучевые и химиотерапия. Лучевая терапия имеет свои особенности, например, это чаще всего фракционирование, постепенное прохождение терапии, также установка может вызывать в ребенке какие-либо негативные переживания, и также ставится вопрос о необходимости использования наркоза в ситуации лечения. Данные вопросы чаще всего решаются не только психологом, но и тандемом психолога и родителя. И из-за этого ставится вопрос о состоянии родителей в ситуации лечения, так как мы знаем, что состояние родителя очень часто влияет на состояние самого ребенка. Целью нашего исследования было определение адаптационных ресурсов. В нашем исследовании было обследовано 20 матерей, находящихся с ребенком на учевой терапии на базе Центра протонной терапии города Санкт-Петербурга. Средний возраст испытуемых 36,4, от 23 до 61 года. Также у нас была контрольная группа, в которую вошли также 20 матерей условно здоровых детей. Позвольте не зачитывать методы и задачи, мы их коснемся при рассмотрении результатов. С помощью методики стратегии преодоления стрессовых ситуаций Сакс-Хопфелла было выявлено, что просоциальные стратегии совладания со стрессом имеют среднюю выраженность, однако они сравнительно ниже результатов контрольной группы. Также было выявлено статистически значимое различие по шкале осторожные действия. И также стоит отметить, что результаты по шкалам импульсивные действия, избегания и агрессивные действия выше нормативных значений и также превышают значение контрольной группы. Также стоит отметить, что индекс конструктивности данных стратегий находится в зоне яркой выраженности, однако хочу заметить, что он явно ниже значения контрольной группы. По шкалам методики индекс жизненного стиля относительно контрольной группы наблюдаются более высокие показатели по следующим шкалам – отрицания, вытеснения, проекции и реактивных образований. Также хочется отметить, что выраженность психопатологической симптоматики в основной группе явно выражена по всем шкалам относительно тех же результатов контрольной группы. Также стоит отметить, что результаты по шкале тяжести стресса находятся в зоне высокой выраженности. Это дает нам основания полагать, что стресс воспринимается такими матерями, как болезненный, неприятный и очень тяжелый. При анализе результатов диагностики степени удовлетворенности основных потребностей было выявлено, что основные потребности находятся либо в зоне частичной или полной неудовлетворенности. Наименее неудовлетворенной является потребность в межличностных и социальных контактах, а наиболее неудовлетворенной является потребность самовыражения. Также при анализе результатов опросника самоотношения было выявлено, что большинство шкал находятся в зоне средней или яркой выраженности, однако они относительно ниже результатов контрольной группы. Также хотелось бы отметить, что повышение результатов основной группы надконтрольной наблюдается по шкале ожидания отношения других, саморуководство, которое также имеет статистически значимое различие, и самообвинение, что может в дальнейшем стать основной мишенью для психологической работы. Также был проведен анализ семейных социограмм «Реальная и идеальная семья». Иногда наблюдалась ситуация недифференцировки отношения матери к остальным членам семьи. Также вы можете заметить, что муж в реальной и идеальной семье чаще всего находится в доминирующей позиции, он является главенствующим членом семьи. И очень редко в центр семьи ставится больной ребенок или сам родитель, находящийся на лечении. Также хотелось бы отметить тенденцию к отдалению родителя от больного ребенка. Вы видите на этих слайдах, что также может являться мишенью для профилактической психокоррекционной работы. При анализе результатов гисенского личностного опросника было выявлено, что родители онкобольного ребенка чаще склонны оценивать себя как менее привлекательных для окружения. Они более терпеливы и больше склонны к контролю. Также преобладающим настроением у них являются депрессивные переживания, а статистически значимые различия по шкалам открытости и социальных способностей указывают на то, что данные родители в большей степени закрыты, недоверчивы и не склонны прибегать к социальным коммуникациям. Также при анализе корреляционных плеяд было выявлено, что такие личностные особенности, как преобладающие настроение и контроль, в большей степени взаимосвязаны с шкалами, определяющими поведение в дистрессе. А такие шкалы, как социальные способности, открытость и доминантность, определяющие социальное взаимодействие, в большей степени связаны со шкалами механизмов психологической защиты и копинг-стратегий. Также хотелось бы отметить, что наблюдаются взаимосвязи между различными компонентами самоотношения и механизмами психологической защиты и копинг-стратегий, что также указывает на необходимость комплексной психологической работы с данным контингентом. Также хотелось бы отметить, что наличие данных корреляций может указывать на то, что различные компоненты самоотношения имеют взаимосвязь с различными механизмами психологической защиты. И на данном слайде вы видите корреляционную плеяду к компоненту самообвинения. Ее можно проинтерпретировать следующим образом. При повышенном самообвинении будут наблюдаться депрессивные переживания и повышенный контроль, и при этом актуализированными механизмами психологической защиты могут быть проекции и реактивное образование. Таким образом, мы подходим к выводам. Конечно же, родители ребенка с онкопатологией также нуждаются в психологическом сопровождении, как и сам онкологически больной ребенок. Мишенями психологической защиты можно выделить незрелые механизмы психологической защиты, проекции, отрицания, вытеснения, а также реактивное образование. Также выраженность психопатологической симптоматики. Также такие неадаптивные способы совладания со стрессом, как избегание импульсивных и агрессивных действий. И также необходима психопрофилактика и психокоррекция, отдаление матери от больного ребенка или от всей семьи в целом. Спасибо за внимание.